Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сотрудник антикоррупционного комитета и начальник следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин был удостоен высокой правительственной награды Ордена Мужества за постоянную и активную борьбу против преступных элементов российского шоу-бизнеса и высших эшелонов власти. Известная певица Наталья Королева была освобождена из женского следственного изолятора и переведена под домашний арест. Наталья Владимировна Королева находилась в СИЗО города Москвы полтора месяца по обвинению в смерти дочери певицы Валерии Анны Шульгиной. Чрезвычайное событие произошло два месяца назад. В особняке мужа Натальи Королевой Сергея Глушко-Тарзана Наталья Королева на почве ревности лишила жизни дочь певицы Валерии Анну Шульгину. Причиной перевода под домашний арест стало резкое ухудшение здоровья Натальи Королевой. Сотрудник антикоррупционного комитета и министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов был обнаружен спустя сутки после нападения в Белгородской области Кузьминского района в своем автомобиле на обочине дороги. Андрей Белоусов жив, но находился без сознания. Возможно, произошло отравление медицинскими препаратами. Преступники, которые совершили данное нападение, разыскиваются. Сотрудники антикоррупционного комитета, которые были в момент нападения на Андрея Белоусова вместе с министром обороны, обнаружены не были. А именно на данный момент ведутся поиски членов антикоррупционного комитета Дмитрия Харатьяна, Никиты Малинина и Михаила Боярского. Благодаря эффективной работе антикоррупционного комитета в Новгородской области Российской Федерации была уменьшена стоимость жилищно-коммунальных услуг на 7%. Подобные действия антикоррупционный комитет собирается проводить и в других регионах Российской Федерации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.